Лень, подожди, уколчик поставлю, и всё, подожди. Молодец, хорошо. Ну всё, потерпи, всё, 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 молодец, всё. Это чтобы голова не гнила. Субтитры делал DimaTorzok У него ранение, видно, что, ну, скорее всего, тоже подмашинец, потому что собаки так не подстригут, это видно, что терком шерсть снята. Ну, возможно, где-то вот здесь вот косточка может быть и сломана над глазиком, почему? Потому что подгнивает. Может, это столок какой попался, ну, пока антибиотик прокалываем, там уже видно будет, наша рана была не свежая, могла и грязь попасть, и всё, что угодно гнило. Он говорит, пока антибиотик. Имя он такое получил из-за того, что его, наша старая знакомая, она много лет помогает приюту, её зовут Лена. Естественно, передала собаку она сюда, значит, получается, что он Ленин. Собогачья Лены. Он кто? Ленин. Благодарность, она никогда лишней не будет. Я 10 лет простоял на колхозной площади вместе со своими собаками, которые выходили на колхозную площадь, показывая различные трюки. И благодаря вот этому люди понимали, что они трудятся, они как-то пытаются содержать не только себя, но и остальных жителей приюта. Им кидали деньги, они поднимали и складывали их в ведёрко. Вот таким образом мы строили приют, содержали приют, лечили поступающих животных в приют. И, наверное, за каждую монету, которая упала на землю, упала в ведёрко, лично мне в руки дали, я за каждую монету, любой достоинства монеты, всё, что мы приняли, я за каждую монетку сказал спасибо. И это, наверное, самое частое за всю жизнь произнесённое мной слово. Наверное, нет таких даже И, А, О, я, наверное, сказал меньше за свою жизнь, чем слово спасибо. Поэтому ещё раз хочу поблагодарить всех людей, которые поддерживают нашу ведсанчасть, помогают, подключаются на автоплатёж по 100 рублей в месяц, чтобы у нас была какая-то стабильность. И благодаря тому, что мы крепче становимся, становимся на ноги, надёжный фундамент появляется, вы видите, что мы можем уже оказывать больше помощи животным, чем до этого. То есть больше поддержки, больше наших возможностей. Сейчас вот он лапой надавливает на глаз, выделяется оттуда гной, и он вот таким вот образом слизывает, то есть выдавливает все гной. Ну, пока ничего не делали ему, грубо говоря. Так, единственное, что промывается это, ну, у него что-то обильно начал выделяться. Наверное, завтра придётся всё-таки его врачу показывать и всё-таки смотреть, может быть, там осколок какой-нибудь остался, поэтому он так двигает. То есть что-то гниёт, там какое-то гниение происходит. Всё, Ленин молодец. Мывается так задней лапкой, представляешь? Субтитры сделал DimaTorzok